Поп-панк-группа Лори Лори была образована в декабре 2009 года и, как гласит официальная легенда, основателем стала вокалистка коллектива Маша Лори. А вот неофициальная версия устами самих музыкантов. Все собрались в одном месте, там у нашего звукрежа на студии. Что-то праздновали каждый по своему делу. И решили, давай там забабахаем, что-нибудь прикольное. А там у Сани песня прикольная была про метро. А, у Сани про метро? Да. А, да, у Сани была песня про метро прикольная. Она говорит, давай спой ее. Я спела ее, они мне подыграли. Как-то пошло-поехало, все подружились. До группы Лори Лори ее теперешние участники успели отметиться в других музыкальных коллективах. И не только музыкальных, и не только коллективах. Там на стройке пару человек работали у нас, как это обычно бывает. Это басисты, гитаристы наши, они на стройках подрабатывали. Ну, сейчас уже им это не надо, они сейчас уже состоявшиеся музыканты. На счету группы уже есть полноценный альбом под названием «Все неправильно». Записан он в рекордно короткие сроки, но на качество это не повлияло. Там все сессии прописали за два дня. Ну и свелось все там. За три дня. За три. Да. Вот. Атмосфера была замечательная вообще, все было отлично. Все были в угаре, и поэтому процесс был быстрый. Клип на песню «Полчаса» для группы Лори Лори снял не какой-нибудь Вася на свой фотоаппарат, а культовый шведский режиссер Патрик Улаиус. Он сам разным командам снимал, там всяким «Инфлеймсом», там «Чилдронов Бодом». Ну, такие всякие брутальные мальчики. А в Европе еще, ну, они не брутальные, конечно. У них есть самолет зато. Вот. И вот он снимал им клип, и мы как-нибудь приехали к нему, говорим, «Патрик, ну давай, хватит уже, ну что ты». Вот, и мы сняли нам клип заодно. Лори Лори можно довольно часто услышать вживую, а вскоре вы сможете увидеть ребят на всеми любимых летних фестивалях. Мы очень любим играть, нам не важно где, главное, чтобы играть, играть и играть. Вот так. Коля Карасев, Сергей Фирсов, A1 News.